Мы сейчас гуляем по 6-й улице, это такая самая туристическая улица, самая улица, где развлекается народ. Вот здесь бары, рестораны, дискотеки разные по обе стороны дороги. Вот мы проходим очень такие классные бары с террасами на улицу. А вот там бар на колесах, вот такой столик, люди садятся вокруг этого столика, и водитель там, он и водитель и бармен, раздал всем побухать, и они светом бухают, а он едет дальше. И вот по обе стороны, один за другим. Вот мы тоже идем где-то сейчас, сядем покушаем, потому что устали уже пешком гулять. И такой шум-шум на улице от того, что во всех барах люди, ну не во всех забито, вот этот вообще практически пустой. А вот там дальше мы проходили, там был вообще забитый. Проходили бар, где было написано, что только 21 год и старше, то есть туда с детьми вообще нельзя. Вот это такой family restaurant, к которому мы пришли, Huts Hamburgers. Он был открыт в 1939 году. До сих пор работает. Очень вкусно мы с Олей покушали в старинном ресторане. Там внутри ресторана, в принципе, еще не так сильно заметно, что он такой старый. Но когда заходишь в туалет, то сразу чувствуется, что ему уже чуть ли не 100 лет. Мы идем обратно вот этой улочкой, 6-й стрит. И по две стороны от улочки бары. Молодежи очень много сидит. Все бухают, пьют. Сегодня суббота. И вот мы сравниваем к разным местам во Флориде. Что вот это место напоминает нам очень много флоридских мест. И Clearwater Beach, и Naples, Оля говорит. Все самые красивые места Флориды в одном. Да, и Сумбит Даунтаун. Вот. И я говорю, что столько молодежи. Я еще в Америке никогда на одной улице не видел, как здесь. Во всех барах сидит в основном молодежь. Вот там 30-35 лет. До 35 лет, я бы так сказал. Не там, не то, что там 18. 25-35 лет. Вот так. Гуляем дальше. Дошли до реки. Оля все говорила, что пляжа не хватает этому городу. Все классно, но еще бы пляж. Ну да, пляжа, к сожалению, нет. Но вот есть река, и люди плавают на катамаранах, на лодках. На каяках. На каяках, да. А вот там, с той стороны реки, там парк. И там сегодня какой-то фестиваль. Здесь вообще часто фестивали. Остин еще называют столицей живой музыки США. Сидим на лавочке в этом парке. Сзади сцена, музыка играет. А с той стороны вот даунтаун, высотки и река. Люди вот катаются. Вообще офигеть, как здесь классно. Мы уже начали возвращаться с этого парка обратно в даунтаун на 6-ю иллюстрит, чтобы где-то еще в баре посидеть пиво, выпить, так как солнышко начинает заходить. Вот. И пока мы шли над рекой, в поисках выхода обратно на мост, мы увидели вот место, где на траве просто сидит толпа людей. Вот. И мы не знаем, что здесь будет, и мы решили посидеть вместе с ними. Не, ну на самом деле здесь под мостом, здесь под этим мостом живут сотни этих... Летучих мышей. Летучих мышей, да. Бэтс. Вот. И я только что погуглил. В общем, написано, что они вот сейчас, когда солнце зайдет, они будут вылетать и куда-то лететь. Так что посидим, посмотрим, куда они будут лететь и как это все происходит. Очень мы устали, пока сегодня гуляли по Остинке, так как машину мы как бросили вот сразу возле Капитолия, так мы потом пешком на север. Несколько кварталов шли к этому университету, сам университет обходили, потом на юг, вот сюда тоже еще далеко надо было идти. Очень устали, так что мы вот сейчас там сидели на лавочке. Вот сейчас еще пока этих летучих мышей дождемся, непонятно сколько еще ждать. Где-то здесь знак есть, парень сказал, что от 40 до 20 минут до заката они вылетают. Так что вот пока лежим, ждем. Ну а дальше мы пойдем просто в даунтаун, где-то еще в баре посидеть. Я думаю, там уже будет темно, так что снимать я много не буду. И пока светло еще, хотим немножко поделиться впечатлениями об Остине. Вот. Очень-очень-очень нам понравился этот город. Очень живой, очень много молодежи. Молодежь даже такая странная, я бы сказал. Не зря даже вот эти стаканчики, которые продавались в том магазине от университета, там написано было что-то «Поддерживайте Остин». Вот здесь вот народ такой вот. Специфичный. Да, такое чувство, что вся молодежь, они какие-то там либо... Хипстеры. Я даже не знаю, как это назвать. Какие-то рок-музыканты, артисты. Вот какие-то вот такие. У всех там парней в двух ушах сережки, города, татуировки. Ну, сережки сейчас называются «туннели». Я понятия не имею, как они называются. Да, в общем, ну... Но все такие хорошие, доброжелательные, интересные люди. Даже они какие-то там хмурые, там, металюки. Очень живой центр города. Много людей разных гуляет. И туристы, и свои. И сейчас те же студенты, потому что университет в центре города расположен. Очень много разных маленьких конфешен, таких ресторанчиков, баров на улице. На 6-й авене очень много. Центр города очень-очень-очень хороший. И понятно, что он как бы и бизнес-центр считает. Здесь смешно, да. Да, такой живой. И не так, как в Танке, что в субботе-воскресенье. Он умирает, и все. Так же, как и в Далласе. В даунтауне там скучные бизнес-здания. А тут очень-очень-очень. Глухо. А здесь в перемешку, как в даунтауне Сен-Питто во Флориде. И бизнес-здания, и жилые здания. Поэтому здесь жизнь на выходных есть. Очень много мест есть. На поздних днях получается очень много. Потому что рабочие все ходят, студенты шляются. Всех много. А на выходных много, потому что и все выходят. И туристы просто выкуляют. Твои, и туристы приезжают. А капитолик в центре города, в университет тоже. Родители студентов приезжают. Друзья и дальше. Очень даже очень плохо. Не хватает здесь пляжа. Да, здесь... Ну вот, река есть, но пляжа на реке нет. Здесь не покупаешься. Может, где-то есть, но не здесь. Но река грязная. В Северной? Все-таки. Не Мексиканский. Не то, да. А вот если бы здесь еще пляж, так это вообще, наверное, был лучший город, который мы вообще видели в США за наши 4 года. Да, очень. Нам здесь очень понравилось. Мы очень даже так задумались, почему мы не обратили на него внимание, когда переезжали. Когда переезжали в Техас, да. Ну, то есть мы поняли, что мы выбрали вообще не тот город, когда мы сюда переезжали. Маханулись. Да, до этого нам Техас очень не нравился, но сейчас мы поняли, что он тоже очень разный. И вот в 3,5 часах езды от одного города к другому уже абсолютно все по-другому. Атмосфера другая. Я не скажу, что здесь природа слишком другая. В принципе, похожая природа. Правда, зеленее намного, чем Талос. Солнце по-другому светит. Но намного красивее здесь атмосфера. Живая музыка везде. В университете. Возле Капитолия была живая музыка. В университете какой-то концерт. Здесь фестиваль. Везде живая музыка. И там, когда возле бара мы ходили на 6-й стрит, народ сидит, такая голдеж стоит прямо на улице, потому что везде бары, везде открытые террасы. И музыка с каждого бара тоже орет. Ну, очень классно. Мы сегодня день провели отлично. И вот если кто собирается ехать в Техас и думает между Далосом и Остином, то тут нечего думать. Работы в Остине тоже достаточно. Город почти миллион населения. И здесь намного интереснее, чем Далос. Здесь есть что делать. Далос из скука на пол. Вот начинают, только начинают вылетать. Вот сколько народу собралось их смотреть. Я думаю, вам нужно видеть, что они такие манюсенькие. Ну, это не такие, как мы в этом обачили в Дисней. И на 40-м детей. О, великолепный тип. Они так взбираются, все в кучу в одну. Ты бачишь, как они звицы облетают, летят ябра туда. Вот очень интересно, как они оттуда вылетают. Облетают вот этот выступ и дальше внутрь улетают. И там вот опять облетают. И только оттуда они толпой начинают уже лететь. Вот отсюда с моста еще классно видно их. Как они вон там в небе. Вот. И оттуда вот из-под моста. Да, это играет вот там парень. На пластиковых ведрах. И используют вот эту металлическую фигню, чтобы музыку делать. Вот такой город музыкальный. Опять глянь, это тучи. Они просто порцией мы вылетают. Мы вот после первой порции начали уходить. Они вот вылетают, потом перерыв. Да, воняет, да. Как они? В пруд. Это они воняют так? Да, это они, видимо, спали-спали. И когда начали, ну, блин, полтора миллиона этих особей. Когда начинают шевелиться, то этот запах выходит. Да, вот такой прямо тучей. Вот там прямо пятно видно в этом воздухе. Много людей вместо того, чтобы вот там на траве сидеть, смотреть. Они вот до сих пор летят. Выплывают вот на каяках, на лодках. Или даже вот платят там несколько долларов, может, 10-15, за то, чтобы их вывезли вот на таких лодках. Даунтаун. И Капитолий виднеется вот там вдалеке. А на 6-й улице жизнь кипит. Сейчас только 8 вечера, но уже народ сходится. Полиция уже перекрыла улицу. Можно гулять пешком. Живая музыка звучит из баров, из ресторанов. И буквально куда ни посмотри, либо магазин, либо бар. Техасские развлечения. Что мы еще заметили, это то, что днем все-таки большинство людей на улицах были белые. А вот на ночь, вот, не знаю, как на других улицах, но вот здесь, где вся тусня, здесь все-таки, мне кажется, ну, если не большинство, то, наверное, половина всех, вот, кто здесь есть, это черные. Ну, и половина белые. Ну, суть в том, что намного больше. Вот парни вообще, по идее, какие-то мотоциклисты где-то оставили все свои байки и гуляют. Ну, классно. Весело. И напоследок мы зашли в бар, выпить по пиву, немножко в другой части, в 6-й стрит, там, где дорога, дорога вот здесь не перекрыта. И здесь немножко тише, чем там, но все равно музыка орет. И этот бар здесь даже не продают никакой еды, здесь просто бар. Вот, там сзади бар, вот, столики и просто места, вот, Оля вот просто сидит на заборе. Такое очень веселое место. Ну, а на этом мы будем заканчивать видео первого дня. Я очень много снял, я думаю, что я его разобью на две части. Дальше мы едем в отель и спать, а завтра будем продолжать гулять здесь, в этой эрии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно делитесь этим видео с друзьями, так как я уверен, что оно будет очень классное. А на этом все, всем пока!